Я приехал 16 октября. За месяц до премьеры меня пригласили. Я работал тогда в Пятигорском театре. Ну вот я приехал сюда, встретили, все. Вот начались репетиции. До двух, до трех ночи. С вечера сидели, привозил Эпштейна, наш замдиректора, на Тачаночке нам кефир, булочки, чтобы мы не голодные сидели. Водушевление такое было, это что-то. Сейчас там час-два сверху подержат, вот уже домой, а мы тогда еще, 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 еще. И это было каждый день. 16 ноября, наконец, была премьера, висели на люстрах зрители битком-зал, темиртау. Принимали на ура, спектакль шел около четырех часов. Комбинат, это насколько я знаю, перевыполнил план. И приехал Косыгин поздравлять их с этим праздником и спросил, а что бы вы хотели. И вдруг они заявили, мы бы хотели в театр музыкальный, театр опереты. И вот начали открывать. Евгений Лукич, Пилищук, наш первый директор, царство невестное. Это блестящий был дядька. Вот сидел он, сидел Григорий, вот, который в Хабаровске был, потом приехал он сюда, они были организаторами. Толя Гаевой был главный балетмейстер. Мельцер Юлий Самулович был очередным режиссером и певцом, великолепный баритон. Вот это было, как говорится, такое ядро. Разослали по всему Союзу приглашения, все, начали съезжаться студенты бывшие, так сказать, актеры и так далее. И вы знаете, что привлекало? Ну, во-первых, новое дело, наверное, кого-то. Вот, но большинство квартиры, там было три или четыре дома, и артисты тут же получали квартиру. Это привлекало, потому что люди жили по углам, я не знаю, где-то в других городах, а тут, друг, своя квартира, все это и работа. Мне в Пятигорске говорили, куда ты едешь, там голая степь, там все это самое, голодуха, там все такое прочее. Я говорю, я хочу новое дело, ну, интересно, и поехал. Степь действительно, степь оказалась. В магазинах все, в других городах, в Харькове, например, пусто было в магазинах в то время, пусть и не говорят, Зюгановы там всякие, что, дескать, вот так вот мы жили при коммунистах, пустые прилавки. А здесь, друг, колбаса, масло, все, что хочешь, в Тимиртагу было, в смысле продукции нормально. И свои квартиры у людей, и свое дело, вот для меня это было новое дело. Я переиграл все. Если бы заняться так вот по-настоящему моей, так сказать, биографией, и кто-то был бы заинтересован, я должен был бы попасть в книгу Генесса по количеству ролей. Я не говорю по качеству, это не мне судить. Но говорят, что вроде неплохо я всегда играл. Я был и героем, и простаком, и герой простак, это мог играть. Вот Айзенштейн, допустим, «Летучие мыши», это не герой такой чистый, я обожаю эту роль, очень люблю. Так же, как веселый вдову графа Данила. «Летучие мыши» я переиграл семь ролей за свою жизнь. Сейчас я уже выхожу лакеем, вот я выхожу под носом. Я могу выходить чем угодно, лишь бы быть в театре. Это моя жизнь, это мой дом, не представляю себе жизни без театра. Я этому театру отдал 40 лет. Ну, я уезжал там, бывало там другие театры, поработаю там 2-3 месяца, в одном поработал полгода. И все равно возвращаюсь сюда, вот не знаю, это моя родина. Я родился биологическая мэра Украина, физическая, любая, сердцем всем, Казахстан. Это моя родина, это мои люди. Казахи такие же прекрасные, как украинцы. Они музыкальные, с хохмами, любят петь, любят... Ну, это мое. И я просто уже не представляю, как я даже переделал для себя Маяковского. Я хотел бы умереть в Париже, если бы не было... А я переделал так, я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было тебя, Караганда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!